Дорогие друзья, дорогие футболисты, уважаемые родители, уважаемые тренеры. Сегодня в Харькове большой праздник. Много-много лет отдал этому городу свою молодость и футбольную, и тренерскую. Замечательный человек, мастер спорта Советского Союза, игрок многих команд известных. Заслуженный тренер Украины Николай Михайлович Кольцов. Всем здравствуйте. Хороший турнир. Память такому замечательному человеку, который отдал все свои силы для того, чтобы в советские времена, во времена Украины, готовить достойных, прежде всего, людей, а еще хороших спортсменов, в частности, футболистов. Под его началом, я уже немножко позже поколения, но первое поколение Владимира Ивановича Линки, 65-й год, 69-й, 74-й, 80-й, было достаточно много, на самом деле достаточно много хороших спортсменов, хороших футболистов, которые защищали цвета нашей Родины. И до сих пор Николай Михайлович всегда есть и будет в нашей команде. Не помню тренера, чтобы у него было столько выпускников, я имею в виду, которые играли на высочайшем уровне. Наш 58-й год, 6 человек, которые стали чемпионами мира, 6 человек были в сборной Советского Союза. Ну, я не думаю, что у кого-то еще было. И нам тогда мы были, мы пришли как раз вашего возраста, был набор в интернате. И нам казалось, что Николай Михайлович, ну, дедушка старый, а потом прикинули, оказывается, ему было всего 35 лет. И за это время, которое с 35 лет он провел все свои, его приглашали в команду мастеров, он с нами. Управление по вопросам физической культуры и спорта и наградную плакетку с изображением Николая Михайловича. Седьмым мы стали, Тюш-8, капитан команды, пожалуйста, подходи. Аплодируйте все родители, ну что ж, мальчишки, два часа сегодня сражались. Шестым стал участник турнира Мрия, которая приехала с Купинска, молодцы мальчишки. Постоянные участники нашего турнира. Участником турнира команда «Восток». Вперед, молодцы мальчишки. Владимир Иванович, что ты прихватил? Участником турнира стала команда «Арсенал». Итак, призером нашего турнира с вручением бронзовых медалей стала команда «Металлист 1925» седьмого года рождения. Медали потом раздадите, только чтобы я не видел, что они на базаре продаются. Это реликвия. Призером нашего турнира стала команда «Металлист 1925» восьмого года рождения. Серебряные медали. И кубок памяти Николая Михайловича Кольцова. Золотые медали. И кубок завоевала команда «Академия». «Академия», 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 «Акад